Проблемы малого и среднего бизнеса уже обсуждали в Народном Хурале в прошлом году. Тогда депутаты решили создать совет, при правительстве, в работе которого они могли бы участвовать. Поручение дано список желающих депутатов составлен и передан в аппарат, однако дело не двигается с места. С прошлого года мне приходят отписки, что данный совет будет создан, может быть, до конца этого года, а скорее всего и в марте этого года, будущего года уже. То есть в течение уже более года мы не можем стать просто советом, постоянно работающим, где могли бы участвовать и предприниматели, и члены общественных советов. Вопрос явно назрел, подтверждают это официальные данные налоговой. По сравнению с 2013 годом количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 41%, юридических лиц стало меньше на 26%. Разумеется, не все они ликвидированы, многие ушли в тень, некоторые сменили прописку. Но все это не просто так, считает Михаил Гергенов. Мелкий бизнес, который работает в условиях кризиса, нуждается в поддержке. У нас в республике создано очень много фондов. 5-6 фондов для поддержки малого среднего предпринимательства. Чем они занимаются? Кроме того, что тратят бюджетные деньги. Только фонд содействия развития республики Бурятия, есть такой фонд, получает республиканские казны из бюджета 26 миллионов рублей только на свое содержание. Те цифры, которые привел сегодня Михаил Денисович, они устрашающие, на моем мнении. Ведь мы не просто теряем предпринимателей, мы теряем первонаперво рабочие места, мы теряем доход в бюджет республики. И это грозит, наверное, социальным кризисом определенным. Поэтому вопрос очень злободневный, его нужно обсуждать, нужно прорабатывать. В итоге депутаты пришли к выводу, что неплохо было бы обсудить этот вопрос на ближайшей сессии. Аюна Чертарова, Юрий Шабаганов. Первая. Альтернативная. Альтернативная.